Русские сказки К чам девушки бегали танцевать Никто в замке не мог понять, куда же они уходили Король был встревожен Он велел запирать дверь в покой дочерей, чтобы те не могли выйти, но тщетно Наутро в башмачках принцесс появлялись новые дырки, а значит они бегали на танцы Обеспокоенный король и сдал указ Разгадайте секрет моих двенадцати танцующих дочерей И сможете взять в жены любую из принцесс Кто сумеет это сделать, станет следующим королем Но коли он не управится за три дня, тогда его ждет петля Новость разлетелась быстрее ветра И вскоре в замок явился принц, дерзнувший раскрыть секрет принцесс Здравствуйте, ваше величество Я принц соседнего королевства Я здесь, чтобы узнать тайну принцесс Государь тепло поприветствовал его Вечером, после ужина, его повели в гостевые комнаты Дверь которых располагалась напротив покоев принцесс Его постель была поставлена так, чтобы он мог легко наблюдать, куда же девушки уходят на танцы Пока принц устраивался, дверь в комнаты девушек распахнулась И пара прелестных принцесс зашли к нему и предложили бокал вина Выпив угощение, принц принялся наблюдать за тем, что будут делать девушки Но через некоторое время веки его отяжелели, и он заснул Пробудившись поутру, он увидел, что принцессы уже вернулись с танцев Так повторялось и в следующей ночи На четвертый день король так и не услышал от него ответа И безжалостно велел казнить принца Многие впоследствии приходили испытать свою судьбу Но никто не мог справиться с заданием и узнать секрет принцесс Королю приходилось их казнить С тяжелым сердцем шел на это государь Но более всего его печалило то, что он так и не узнал ответа на загадку принцесс Жил в том королевстве солдат Из-за травмы он был вынужден покинуть службу И не знал теперь, чем себя занять Решил он отправиться в столицу По дороге он помог упавшей старушке Та поблагодарила его и спросила Куда ты идешь? Я не знаю Может в столицу, попытаюсь счастья О, ради принцесс? Нет А что за дело с принцессами? Неужели не слыхал приказ короля? О, слышал, конечно Вот только стоит ли овчинка выделки? Все, кто пытался, в итоге были казнены королем Дам тебе совет Не пей того вина, что вечером предложат тебе принцессы Да притворись спящим С этими словами старушка протянула ему плащ Это плащ невидимка Он поможет раскрыть секрет принцесс Иди же Поблагодарив старушку Солдат отправился к замку короля Тот его встретил радушно Словно солдат Был благородным принцем, как прочие Вечером его пригласили в гостевую комнату Напротив палат принцесс Через некоторое время К нему зашла самая старшая Здравствуй, принцесса Здравствуй Прими это вино Мы, принцессы, приветствуем тебя в нашем дворце Но солдат был на чеку Он хлебнул вина, но глотать не стал У него под языком был кусочек губки И он выплюнул его, едва принцесса вышла Солдат притворился, будто спит И девушки, увидев его в постели, очень обрадовались Они стали наряжаться Когда принцессы были готовы, старшая стукнула по своей кровати И та провалилась под пол Одна за другой принцессы спускались в образовавшийся проход А солдат, прежде наблюдавший, накинул плащ и последовал за ними Он шел по пятам, самый младший На полпути вниз девушке стало не по себе Сестра, кто-то за мной идет В темноте подчас чудится всякое Не отставай Солдат случайно наступил ей на подол Напугав еще больше Кто-то дернул меня Мне страшно Просто гвоздик Поправь платье и идем Улыбнувшись, солдат Последовал за принцессами в чудесный сад Где на деревьях росли листья из чистого серебра Чтобы подтвердить потом свои слова Он сорвал один лист И тот громко хрустнул Младшая принцесса вновь испугалась Ты это слышала? Да Это салют в честь того, что мы избавились от солдата Они продолжили свой путь И вошли в сад, где листья на деревьях были золотые Солдат и здесь сорвал лист Раздался деск И младшая принцесса вновь испугалась А старшая велела ей не обращать внимания Путь их пролегал по аллее Где на деревьях росли бриллианты Солдат сорвал камень И младшая принцесса вновь испугалась громкого звука Вот они наконец добрались до чудесного озера Где ждали их двенадцать принцев В двенадцати лодках Девушки расселись по лодкам, а солдат пристроился к младшей из них Принцесса, нынче лодка тяжелее обычного Мне приходится грести изо всех сил Быть может, в лодке есть кто-то еще? Двенадцать лодок достигли противоположного берега Где стоял ослепительно прекрасный дворец Двенадцать пар прошествовали внутрь А следом за ними невидимый солдат Едва они оказались в бальном зале, как заиграла музыка И принцессы пустились со своими кавалерами в пляс Они танцевали до трех часов утра Пока не стерли башмачки в дыры Когда они пожелали вернуться Принцы отвезли их назад, на лодках На сей раз солдат подсел к старшей принцессе Пока девушки поднимались в свои покои Он побежал вперед и улегся в свою постель К тому моменту принцессы успели не спеша добраться наверх Да, он спал Переодевайтесь и ложитесь Так повторялось каждый день Солдат незаметно шел за принцессами Собирал доказательства И возвращался в постель прежде всех В решающий день Король призвал его к себе Король Двенадцать принцесс спускаются в туннель И уходят в замок, что скрыт под вашим дворцом Он рассказал ему все без утайки Король воззрился на принцесс Что наблюдали за всем этим из-за занавеса Ушам не верю У меня есть доказательства И он достал серебряные и золотые листья А также бриллианты, что нарвал в саду Принцессы были вынуждены во всем признаться И рассказать, чем они занимались Король был рад, что вся правда наконец раскрылась Он сердечно поздравил солдата Какая из моих дочерей тебе по душе? Я уже не молод, так что возьму в жены вашу старшую дочь Король велел подготовить пышную свадьбу Которую торжественно сыграли в тот же день Когда меня не станет, вот кто будет вашим новым королем И жили они долго и счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok